нифига себе всем привет вы на канале youtube рыбачья патруль дорогие друзья как и обещал сегодняшнюю рыбалку мы начнем с покупки нового зимнего костюма и заодно поменяем мой старый бур бур у меня конечно боевой можно конечно его заварить новые ножи купить но он мне уже не нравится я хочу новый покупать мы сегодня будем в моем любимом магазине на гагарина дом 3 магазин рыболов все для рыбалки и отдыха и не забываем одевать маски дорогие друзья черви дикие опарыши белые красные мотыли здесь есть мотыли ребята надо обязательно купить на локу не должен хорошо работать так что у нас здесь здесь у нас все летние летние здесь можно все для лодок докупить кому надо вот такую штуку если буду ребят обязательно куплю для зимней рыбалки цене конечно дорогой 600 рублей но вещь интересна поставил на лунку лунка не замерзает обязательно приобретем разобраться здравствуйте костюмчик зимний есть до хорошего новосибирск на статистический производитель костюм и мембрана качество 45 лет сейчас покажем блесна которые я люблю собирать здесь покупает а я их собираю 48 да у меня пойдем с примере здесь можно все для морской рыбалки купить лукера и ножики красный зеленый костюм азия новосибирска до минус 45 полноценный полукомбез штаны идут со вставками которые если можно доставать и заставки вставки какие поролоны тоже на вашем смотрении можно собирать юбки антиснежные с манжетами сапоги любые налазят если что мы попробуем сейчас попробуем вот это меня радует ткань бетафлан 151 плотность очень плотная и под ней идет мембрана проклейка 8000 единиц в принципе даже весной не дай бог там под мокрый снег мокрый дождь а то вы не промокнете в любом случае и опять же мембрана эта штука хорошая все знают она как бы холод не пропускает но и лично влагу от тела отделяет им и так далее то есть тело дышит нужно мерить такая то что это у них новая примочка в этом году появилась во первых карман сам этот якобы идет защита вот радио волн то есть телефон ложите чтобы исключение на сердце не было ну и показывает внутри когда одевает это деление меняется температура ваша внутри так скажем не то чтобы тело что у вас вообще под куртой происходит интересно костюм легкий теплый воздушный сами по 3 сезонами занимаемся на самом деле этими костюмами сами на снегохода гоняем костюм отмен давайте тогда примере 48 размер не подошел сел четко помещение жарко но я чувствую себя комфорт я даже не вспотел закрывается нормально манжеты мне нравится тепло будет можно так сидеть опарыши одевать давайте попробуем одеть сапоги ну да застегивается легко движение не сковывает мне нравится ну будем ездить будем тестировать ну я вам расскажу как он себя ведет особенно при минус 5 10 минус 30 градусов а теперь главный нас вопрос алексей цена то какая этому костюмчику цена довольно таки небольшая 13500 рублей всего на самом деле ну плюс все клиенты в основном наши постоянно имеют скидку на средние пять процентов прошу вот и считайте 12 с копейками другу говоря лобовая 13 500 слушай я могу сказать что 13000 ты нормально сейчас это у нас такая расцветка ну да но это еще не все на примерно в таких расцветках вот это зеленый серый с оранжевым это для девушек данным подойдет это чтобы рыбака видно было за пять километров до все костюмы еще раз хотелось подчеркнуть помимо основной слой идет ткани послан 160 дэн то есть очень хорошо для снегоходчиков ветки все остальное плюс под ним еще идет проклейка мембраны 8000 единиц знающие поймут то есть и дышать тело будет не замерзнуть ему и не промокнуть если не попадете по дождь под мокрый снег за я себя комфортно чувствую интересно брать или не брать цене конечно кусается 600 рублей а и ладно возьмем одну на пробу поздравляем спасибо алексей кому интересны печки здесь можно еще и печки посмотреть начиная от маленьких заканчиваем такими достаточно серьезными печками но у нас есть вебаста пока мы будем пользоваться вебастой приобрел я все дорогие друзья буртонар на 150 был маленький стал большой для нас это очень актуально особенно в тундре у нас лед бывает больше метра ну а по первому льду мне хватит и вот такого обновили костюм обновили бурт взяли новую жерлицу потестировать давайте-ка дорогие друзья поедем все-таки на рыбалку дорогие друзья время 8 часов утра мы уже практически пришли на озеро морозец был небольшой у нас ночью минус 67 градусов я надеюсь что лед все-таки встал уже окреп хотя бы до 3-4 сантиметров и попробуем мы сегодня половить кумжу костюмчик пока показывает себя очень с хорошей стороны вот иду я уже час наверное я себя чувствую комфортно ну что пойдемте за чуть-чуть осталось вон оно и озеро рыбачит со мной сегодня евгений привет и иван какой лед иван мы трое стоим до слушать больше пяти сантиметров но это хорошо решил жерли туда поставить это чисто глубина здесь где-то чуть больше метра до на червяда так но у нас тоже сегодня удочки также жерлицы ну что евгений мы с тобой поглубже пойдем потом у нас солнышко начинает подыматься время же пол девятого ну луна да у нас и луна и солнышко до остров так ну что не теряем время кумжа утром клюет до обеда на ком же мы используем жерлицы вот такой оснастки снизу моргалка один отводной поводочек и второе отводной поводочек со светонакопительными мармышками глубина под нами где-то в районе двух метров сейчас выставим десяток жерлиц парочку удочек ну и будем ждать поклевок повторная сработочка у нас на корювку с евгений вытащит отсекая он если он ряд скамбет сидит мелковат слушай но съел по взрослым до заглотил ну что первая рыба же тебя в этом году 1 до поздравляю его рыбач не отпустить тройник у нас там да да по саму только хвостик за голову забрал возьмем чё страшно в уху сойдет тихо 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 окунечек слушай хороший да ну как хороший не грамм слушай кто-то точно есть до грамм 100 но слушай налим окунь ты прям пошел все рыбу тебя пошла в этом сезоне чего гулять по ходу до время около 10 мы только только решили чаю пойти попить сразу поклевка это радует как иван удела иди накунет Слушай, ну неплохой такой, да? Вот этот, наверное, грамм 200 точно в нём есть. Да. Ну и больше ничего. Жерлицы стоят, удочки стоят. А поклёвок пока больше нет. Ну, ждём. Рыбалка, дело водяное. Кто-то дёргает. Видишь, Жень? Угу. Просто мимо проходили, а тут прокручивается и не вылетает. А потому что флажка нет. Что делать-то? Помочь? Ай. А, ну пошёл. Слушай, ну давай попробуем. Галим? Да это кумжовая. Есть? Слушай, ну что-то не круто. Ага. Волк. Полосатик. Ну слушай. 100 грамм точно есть. Женя, хоть какая-то поклёвка? У нас поклёвок дофига, но нифига не ловим. Это да. Ну подожди, время полдвенадцатого, сейчас может быть как раз расклюётся. Надеемся. Главное дело пошло. Ребята, электроночка сработала. Ну ёпорос, это я-то думал, слушай, там что-то посоление, кумж или окунь. Ну, мормышечку безболезненно. Давай, родной, спасибо тебе за поклёвку. Слишком ты маловат. Давай, давай. Всё, пока-пока. Так, ну это уже радует, хоть какие-то поклёвки у нас пошли. Поставили новую жерлицу, и практически сразу же сработка. Ну замёрзшу опять. Ну. Опять нет. Затащил куда-то я. Иван решил попробовать на блесну половить. Что, сходу? Есть, есть. Иди-ка себя, родной. Вот это он, да, был? Да, конечно. Да. Мелковат. Слушай, она одинарник. Это такая, сужовая. Ага. Давай, давай. Он же тебе не нужен? Да это я. Понятно, не нужен. Ага. Давай, родной, беги. Пока сработок у нас нет, мы решили немножко перекусить. Обед у нас простой. Сало, хлеб и бутерброды. И чай. Жень, а ты что ешь-то? Ты же сегодня не заработал. Я-то вообще-то заработал, а ты ничего не поймал. Хотя тут никто у нас сегодня ничего особенного не поймал. Ну, несколько окушков. Больше поклёвок у нас нету, поэтому принято решение сбегать на соседнее озеро. У нас еще часик-полтора есть до темноты. Попробовать половить там окушков. Пришли мы на озеро. Как лёд, Жень? Сантиметра четыре здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, слушай, еще нормально здесь. Э, удочка, ты куда? Пока тут ля-ля-ля. Тут у меня пытается удочку утащить. Губина-то какая. Да. Красавчик. Беги, родной. Самый живец. Лёд затрещал. Да, да, да. Повлажнело снизу, мальца. Так, ребята решили половить окуней. Да, льда вообще практически нету. Ваня, отойди от меня. Лови давай. Слушайте, окуни здесь черные. Ну, конечно. Какой окунь, Ваня? Пришел. Лёд треснул, всё. Всё, добрый вечер, я диспетчер. Сейчас, секундочку. Сейчас, успокоиться. Женя, привет. А, да. Чё? О, черныши пошли какие. Шпингалеты. Ну, хоть такие. Слышишь, сегодняшний рыбал, хоть какой-то рыбы поймать. Ладно, попробуем без наживки. Ну, как без наживки? Без наживки нормально беру. Да? Ну, не знаю, у Вани с наживкой не клюет. А он знатный неудачник. И кумжи сегодня отпустил, слушай. Хороший. Зато налима доловил. Ну, налима-то да, красавчик. Налима-то очень четко сделал. Рука-то набита. Может, подсадить, Жень, что-нибудь? Сейчас Ваня подсажу. Даю тебе шанс пока отловиться. Попробуй. И на жирца крупноватый, и в уху мелковатый. А все-таки, где мы сейчас на озере были, они все-таки покрупнее. Я в уху с такой рыбы не ем. Посолиднее. С какой ты ешь? Я люблю стрески и с... форелью. С форелью? А где? С треска и форелью. Берут. Льют. А правильно. Отомстил. Отомстил. Я тебя хотел опустить, друг. Так они тебе нужны? Мне нет. Давай их отпустим. Начинать все покурить. Черныши хорошие. Пусть живут. Мы покрупнее поймаем. Они тебе спасибо, Жень, сказали. Да, они сейчас мне там все распугали. Я их за этого не отпускал. Глубина 2 метра. Ничего страшного. А лед 3 сантиметра. Отойди подальше. Это да. Давайте вот краем провалимся, что ли. Он идет, у него лунка. А у него не клюет ничего. Потому что у меня убийца окна встанет. О! Я же говорю. Хватит уже. О! Давить ты их. Это моя тайная... Снасть? Да. Проверенная даже в средней полосе. Все давит. Да. Охрененные мушки с Алиэкспресс. Ну, не все так плохо на Алиэкспрессе, как люди говорят. Давай, давай, давай. Есть. Молодец. Видишь, какие? Ага. Работают вообще огонь. Даже когда... Даже без червя работают. Без запарышей. Да, без запарышей. Латвицу это огонял под псковом. Ух! И... Да что ж такое-то, Женя? Реально. У тебя клюет, а Иван рядом сидит нет. Скажи еще. Горбач на килограмм. У вас половина было, а я отпустил таких недорог. Дерзко так хватает. О, побольше. Да. Дай тебе попробую. Ты куда тут пробуешь? Глубинучно настрой. Здесь ямка, видишь? Слышь. Уберешься. Сейчас никто не положит. Я сейчас прыгать начну. Нет, слушай, нет. У меня не с Алиэкспресс, поэтому... Потому что ты... Че? Ну ты... Ну-ка, Жень, давай-ка свои. Неудачники. Давай-давай, закидывай. Закидывай рядышком. Ради интереса. У меня даже любопытно кто поймает. Я только хотел с тобой шпагами склеснуться. Ваня, все испортил. Да, такой клёк был. Дерзко так клевали. Стадичка была. Косячок. Стадичка. Косячок. 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 Все. Все. Удочку неудачника засунули. Мою лунку все испортили. Блин. Эх, эх, эх. Ну, молодец. Я отловился хоть здесь сегодня. Женя, у меня клюет. Одной. Где? Есть. Есть. Отлично. У кого? У тебя? У меня маленький. Слушай, нас один Иван не ловит. Я вам хор даю. Да тебя кто-то проклял просто. Кто? Ты? Ты проклял? Молодец. Есть. Опять. Опять какой-то маленький. Наживца-то самое то бы был. Иван, я чувствую, Женю надо выгонять отсюда. Ну да, у нас по одному, у него там по двадцать одному. Не, я за все, ты вот сколько, одного, да, поймал сейчас? Я до этого двух. И как только пришли одного. Вот. Женя уже за последние три минуты уже трех. И окуни такие. Ни о чем. Ай! Да что ж ты меня уколол-то так сильно? Подорожник срочно! Слушай, кровь аж пошла. Божечки, бедненький. Угу. Кто ж тебя пожалеет? О, черт. О, черт. Жена звонит. Беги. Ой! Женя нечаянно уронил. Сейчас. Давай, давай, давай! Алло. Сейчас обратно придем на озеро, там все, короче, жерлицы стоят. Что там у тебя? Солидный? Хотел сказать, смотри. Ну, видишь, Женя, они хотя бы после обеда здесь клюют. А они здесь всегда должны клевать. Потому что их здесь никто не ловит. Да. Все, Женя, заканчиваем с окунями. Да, мы сегодня целый день приехали на кум, ловим окуней. Ну, бывает так. Ну что, пойдем посмотрим, что у нас там. Так, давайте сначала этих отпустим твоих, которых ты здесь наловил. Пусть они живут. Чтобы мы в следующий раз приехали, опять радовались, что они ловят. Да-да-да, хотя бы хоть какие-то поклевочки, азарт. Ну, как ты думаешь, есть сработки там? Там по-любому на лиме точно есть. Из всех жерлиц, дорогие друзья, у нас только одна единственная сработка. На корюшку. Вымотано все. Так. Удобнее сесть было. О, ребят. А упирается рыбка-то. Неплохо. Я не знаю, что это за рыба, конечно, но похоже на налима не похоже. Ни фига себе. Ага. Ни фига себе. А поближе, Жень. Смотри, какой он красавчик. Ни фига себе. Да, налимчик здоровый. Офигеть. Налим отличный. Там только морду увидел офигенно. Да, хороший налим. Ох. Все. Тихо-тихо-тихо. Ну что, полторашечка? Да, ребята, полторашечка. Ребят, достойный налимяка. Добрый, добрый. Сегодня это первая единственная нормальная рыбина. Дорогие друзья, и на этой позитивной ноте мы, наверное, закончим сегодняшнюю рыбалку. Рыбалка сегодня была, ну, средняя. Потому что мы шли сюда за кумжей, а поймали окуня и налима. Но мы рады, довольны. Погода хорошая. Правда, к вечеру начинает холодать. Но это ничего страшного. У нас есть новый теплый костюм. Нам это не страшно. На этом хочу с вами прощаться, дорогие друзья. Все. Всем счастливо. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова